приветствую вас дорогие друзья на канале михалыч топи games мы на аккаунте михалычу и дамы сегодня в лаборатории продолжаем естественно развивать тему генезиса я решил открыть хоть один но все-таки открыть ящик который здесь есть без особых проблем я пускаюсь конечно же в недра нашей лаборатории для этого нам нужно заполнить биореактора и не только но ведь не просто ради лаборатории я сюда опустился у меня есть очень крутая информация которая понравится каждому из вас и особенно тем ребятам которые любят рейды и часто на них ходят я буду искать сегодня недостающие карточки пропусков я давненько забил на лабораторию как только увидел что такое резонатор и как он стреляет сейчас же думаю возобновить свои силы и как бы есть межсезонье в принципе время тоже есть не забудьте ребят оценить видос лайков написать комментарий и подписаться на канал это громенькая поддержка поэтому сразу же хотел сказать вам от души спасибо ну а мы ребят начинаем просто заходим нашу лабораторию о чем будет сегодняшняя речь естественно лаборатория и рейды чем они могут быть связаны насколько будет серьезно это все но ведь и ребят это прям серьезнее чем я думал и так возьмем уборщика что такое уборщик есть шанс что уборщик появится в одной из комнат то есть у меня сейчас после того как я взял вот этот бонус есть шанс что когда откроются любые из дверей там просто будет лежать швабра будет написано что я здесь уже убрал и просто ни одного зомби все будут слиты это просто мега что хотелось бы сказать то рейды и лаборатория в будущем будут максимально связаны почему потому что именно здесь за какие-то ресурсы за какие-то очень редчайшие награды можно будет получить бензорез что дава вы не ослышать бензорез это жесть я просто другого объяснения не вижу один из моих подписчиков друзей которые мы уже начали общаться не так уж недавно то есть общаемся давно хотя времени как всегда не хватает написал просто в тупую просто в техподдержку просто вот разработчиком написал и получил через огромнейшее время ответ этот ответ удивило его и меня в принципе я сейчас хочу показать вам это все дело давай-ка мы вот эти вот карточки немного повыбиваем и в принципе с вами увидим это письмо которое получил в ответ которые можно так сказать ну не максимально но все-таки рассказывает показывает доказывает то что у нас будет скоро пензорезик в игре о том что кирпичные стены будут нас защищать от нежелаемых гостей а то что скоро стальные стены станут неподходящими это ну в принципе логически подумать не можно было догадаться поэтому я думаю что это не большая там какая сверх новость для всех нас к этому мы были готовы и ну по крайней мере я как минимум догадался об этом уже давненько поэтому думал что это будет когда-то еще не скоро а вот вам и сразу как говорится по губам у нас ребят есть инфа и давай-ка мы выбьем ресурсы кстати здесь кислотные клевуны намного опаснее поэтому я уже перестал на них реагировать да они опасно себя ведут да они жестко конечно же наносят вам урон реальный урон вашей броне не остается совсем чуть чуть немного мы все вот это вот делаем красиво короче здесь ингалятор выпадает который сразу должен нас лечить вот от этих а вредных испарений ну вроде бы дальше идем что хотелось бы сказать логика вещей заставляет нас задуматься о том что да ребят у нас в скором будущем появится то почему плену вот вам и слился то здесь слиться это вам не шутки здесь просто можно слиться на изи кстати вы видите что мы их по такой степени повреждены что я даже не могу откилиться до 100 кп-шек ингалятор должен убирать вот это все дело видите восстанавливание пошло до страны не до конца так несколько раз попался под плевок и все можно сказать что ты ого-го-го кокон пробудитель этот кокон жесткая тема потому что он не дает нам шанса убить вот этих вот зомби пробудитель это очень жесткая тема как он кстати появляется крайне редко я не знаю почему он появился у меня но появляется круто я давно его не видел видел его по моему при первом прохождении мне кажется что сейчас просто будет андрюша все какой-то калаш будем брать и фэнс кар лучше брать длин 30 урона залетает просто жесть но зато откилился персонаж голым здесь ну с калашами можно голым проходить я вам серьезно говорю то есть 49 небо еще одну карточку да я бы не мучился несколько сетов брать это как минимум сюда нужно и вы сами знаете что это очень опасно затея зачищать лабораторию что нужно будет сделать для того чтобы выбить нужные ресурсы прям даже и не знаю прям очень даже не знаю но если честно это все прям очень сильно завязано и я думаю что у нас об этом должен быть снят еще один видос как видим прохождение лаборатории давно не было попробовать ох ты чего вот это кулаком раньше когда в броне я не ощущал вот этот вот жесткий его удар шаркуна но шаркун ты нам принес 50 карточек и мы теперь можем себя чувствовать более менее ну как можно так сказать удобненько пошли мы сейчас без проблем конечно же откроем ящик за ашечки но это очень слабо да то есть нужно показать пока спор и перестанут надбивать нашего персонажа так как у нас проблемы с этим делом до возвращаемся на на пойти на третий этаж тоже так бы сказать закрепить информацию о том что у нас скоро будет в грядущем обновлении меня также спрашивали ребята что михалыч как ты собрал вот эту вот я не знаю как называется вагончик вот этот который здесь есть если честно дрезина по вспомнил ребят резина да да дрезинка я собрал все кроме одного процессора и из-за этого очень сильно просел по электронике меня на базе вам 12 или 16 электроники всего не было достаточно много думал что 4 стека это очень много но тем не менее дрезинка у меня собрана я жду только процессор блинский блин второй этаж придется лишний раз подождать загрузку я думаю что каждый из вас хоть раз но опускался в недры лаборатории когда ты здесь первый раз ты можешь найти редчайшую халяву и эта халява поможет тебе найти крутейшие призы и награды естественно ты можешь халявные вот эти ашеньки найти в количестве 30 штук если я не ошибаюсь это круто поэтому дерзайте каждый кто первый раз опустится в лабораторию вот в этой уровне найдет свое время много ашных талонов что хотелось сказать давайте сразу же мы откроем этот ящик но прежде чем откроем два покажу все таки переписку и мы это все прочитаем и все увидим и так ребят вот что тут здравствуйте егор как я говорил что это все таки моему подписчику пришло и конечно вот такой вот ответ что вы думаете по поводу этого что в комнатах обязательно здравствуйте егор совершенно верно сейчас рейдеры там вопрос был задан приблизительно такое что типа что теперь уже железные стены не будут нас защищать от рейдов что нам делать строить стоит ли строить к именно кирпичные вот пошел вот такой вот ответ совершенно верно сейчас рейдеры еще не нашли способ взламывать стены из металла но мир вас да и полнится слухами о бензорезе который можно будет сломать железные стены кто знает возможно довольно скоро этот инструмент удастся отыскать кому-то из выживших ну или учет конечно ну которые остались даже пост апокалипсисе разрабатывают план изготовления бензорезы самые предусмотренные выжившие у конечно это все можно читать бесконечно но тем не менее вы теперь не можете себя чувствовать безопасно вот именно по за это слова некоторые слова в некоторых словах не нету букв уже позаботились о безопасности своих баз и стали обкладывать стены пол кирпичами база с кирпичами кирпичными стенами 5 уровня станет выглядеть как настоящая неприступная крепость точно также нам писали про стальные стены теперь про кирпичные то есть теперь реально у нас база стальная не будет и неприступной теперь у нас я так понимаю с новыми апдейтами с новыми обновами у нас база стальная станет просто ну можно сказать такой вот фуфлышкой которую можно будет взломать но я сейчас хотел сказать что об этом видосе об этом я уже снимал видосы об этом я уже говорил поэтому я думаю что это для вас не новость кто смотрит канал ну и спасибо вам за все но мы вот открываем хранилище фуфу дымок это вышел опа неплохо это хорош но я кстати ультиматум бывает здесь выбивают и давай-ка мы что заберем все что здесь есть полностью я думаю что ничего лишнего не будет если честно посмотрим что здесь реагенты пензолина все интересно все очень очень топово я думаю что каждый из нас может сразу же сказать что фарма на вот это все очень сложно если же стальные пластины падали где-то то например ресурсы на стены из бетона падают только когда у тебя есть а тв и когда у тебя есть катер ребят пауза такая потому что немножечко хотел сказать корабль ладно шоколадно ребят не буду тянуть как говорится кота за резину и мы будем встречаться с вами еще более видосах спасибо вам за то что вы смотрите за то что ставите лайки за то что подписывайтесь на канал я слышал много прораст попробуем немного порастить ну а пока что всем пока удачи увидимся следующих видео надеюсь на скорую встречу